Привет, друзья! В своё время известие о романе Олега Табакова и Марины Зудиной вызвало целый шквал слухов, сплетен, нелестных оценок знакомых и незнакомых людей. Молодую актрису обвиняли во всех смертных грехах, да и Олегу Павловичу пришлось держать удар. Она была просто счастлива. Он любил её. В 1981 году Олег Табаков добирал свой актёрский курс в ГИТИСе, куда и пришла 16-летняя Марина Зудина. Она прошла все туры, была благополучно зачислена и, как все студенты и студентки, влюблена в своего необыкновенно талантливого и харизматичного педагога. Но тогда это была скорее профессиональная влюблённость. Никто из них не сможет сейчас описать, в какой момент тёплые взаимоотношения педагога и студентки вдруг изменились. Марина, прилежная, талантливая девушка, вдруг поняла, что из всех мужчин в мире ей нужен только один Олег Павлович. Она готова была часами мёрзнуть под театром, чтобы потом проехать с ним в машине несколько минут до метро. Доставалось ей в институте. Слухи о романе распространялись довольно быстро, и Марина часто чувствовала пренебрежение со стороны однокурсников. Несмотря на то, что за пять лет учёбы, она успела сняться в семи картинах, сыграла две главные роли в двух из них, отношение не менялось. Но она готова была терпеть и мириться со всем происходящим, только бы видеть его и чувствовать тепло его рук. Олег Павлович, переживший в подростковом возрасте расставание родителей, из-за измены отца не хотел травмировать своих детей, Антона и Александру. Но и потерять Марину казалось просто немыслимым. Он благородно убеждал её в невозможности совместного счастья. Она писала ему прощальные письма. А потом их взгляды встречались, и всё начиналось сначала. После окончания Гитиса Марина была принята в знаменитую табакерку под руководством Табакова. Они виделись ежедневно, Роман их набирал обороты. И прерывался снова. Казалось, что эти качели не закончатся никогда. Он не свободен, развод его невозможен, а она не представляет себе рядом никого другого. И всё же настал момент, когда Олег Павлович осознал надуманность своих проблем. Дети выросли, у сына и дочери своей семьи, супруга Людмила Крылова сама неоднократно предлагала ему развестись. Они давно только создавали видимость семьи. В 1993 году, через 10 лет после начала романа с Мариной, Олег Табаков нашёл в себе силы уйти из семьи, чтобы стать снова счастливым. Развод был мучительным для всех. Но за ним уже маячила тонкая полоска безграничного счастья. Марина долго не могла поверить в происходящее. Она точно знала, что этот мужчина предназначен ей судьбой. Его она готова была ждать, сколько угодно. Наверное, поэтому происходящее казалось таким невероятным. Они наконец-то стали мужем и женой. В первый августовский день, 1995 года у супругов, родился первенец Павел. Рождение мальчика было испытанием на прочность их союза. Марина приходила в себя целый год, поглощённая ребёнком. Олег Павлович не ревновал её к сыну, не устраивал сцен. Он просто был рядом, согревая своей любовью. Их брак устоял и стал крепче. В апреле 2006 года у них появилась дочь Мария. Она часто бывает в театре папы и, по его словам, стала для него лучшим успокоительным средством. А ещё источником бесконечного умиления и усмирения эмоций. После Олега Табакова бразды правления театром взял Владимир Машков. Некоторое время назад труппа собралась, чтобы обсудить грядущее начало очередного театрального сезона. Пришла навстречу и актриса Марина Зудина вместе с детьми Пашей и Машей. Все присутствующие на мероприятии заметили, что Мария выглядит очень красиво, а ещё она сильно похожа на маму. А ведь Зудина давно уже признана одной из самых привлекательных артисток нашей страны. Стоит сказать, что раньше Олег с семьёй не так часто выходили в свет. Кстати, Марина пользуется большой популярностью у режиссёров, и её регулярно приглашают в различные проекты. К примеру, особенно успешной была роль в сериале «Содержанки». Зрители были просто в восторге от игры актрисы. Хотя и уже 57 лет, выглядит она получше многих более молодых коллег. Кстати, пришлось поучаствовать даже в достаточно откровенных сценах. Поклонники заявляют, что Маша получила от родителей только самые лучшие внешние характеристики. От матери ей достались приятные черты лица и красивые волосы, а Олег Табаков подарил дочери выразительный взгляд. В социальных сетях фотографии девочки подверглись активному обсуждению. Комментаторы писали, что Табаков вырастил достойную дочь, а ещё Мария пророчит успех на творческом поприще. Конечно, ничего особенного о жизни девочки пока неизвестно. Хотя средства массовой информации пытаются копать очень активно, до сих пор у них ничего не получилось выяснить. С журналистами Маша в ходе мероприятия не общалась. При этом репортерам удалось пообщаться с её братом. Он поделился, что сестра мечтает стать актрисой. Кстати, сам Павел хотел бы стать финансистом или работником банковской сферы. Ему кажется, это гораздо интереснее, нежели творчество. Олег Павлович часто говорил о том, что Марина изменила его. До неё он часто заводил скоротечные романы, был в постоянном поиске новых приключений. С её появлением в жизни он действительно перестал смотреть на других женщин, встретив ту единственную, с которой ему тепло, уютно и спокойно. Олег Табаков и Марина Зудина никогда не считали свой брак идеальным. Иногда они ссорились, но вряд ли эти ссоры можно назвать серьёзными. К примеру, Марина очень любит пешие прогулки, которым пристрастилась ещё в студенческие годы. А вот Олег Павлович считал их бесцельной тратой времени и не понимал их пользы. В принципе, это единственный повод для разногласий в их семье. Когда у него бывало плохое настроение из-за работы, он просто просил супругу не трогать его какое-то время. Но объединяет их гораздо больше. Они оба сторонники деятельного сострадания, когда не плачешь над бедой другого человека, а стараешься ему помочь. Они уверены друг в друге и в своих чувствах, любили вместе работать на сцене и заниматься воспитанием детей. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok